всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас такое видео мотивация на уход за собой после праздников после застолья и так поехали хватит уже лежа на диване кушать салат и смотреть телевизор пора начинать за собой ухаживать давайте признавайтесь кто в новогоднюю ночь лег спать с макияжем так делать нельзя поэтому у нас могут возникнуть и высыпания что это и и отеки и нам все это дело надо исправлять кожа наша устала от застолья давайте начнем с вами с очищением у меня вот такая вот минеральное умывание можно взять кислоту я кислоту просто несколько дней назад делала можно взять какой-нибудь скрабик тоже какой-нибудь минеральное умывание скаточку и как следует почистить нашу кожу у меня вот есть один товарищ который появился прям практически в новогоднюю ночь просто кому-то надо поменьше тырить конфеты и сладких подарков ребенка и так давайте начинать сейчас немножко смочу свою лицу мы будем делать сам минеральное умывание такая жесткая артиллерия здесь у нас соль минерально-солевой комплекс для глубокой очистки кожи натуральные компоненты 98 лицо после него краснеет она прям такое мощное-мощное здесь много соли и много минералов такая землистая консистенция текстура вот так вот выглядит вроде как и скраб и вроде и не скраб тут частички мелкие в то же время это соль да у кого на такие компоненты раздражения то конечно мы солевые продукты с вами не выбираем абсолютно без запаха и начинаем с вами кожу очищать как следует приводить уже себя в порядок пора пора приводите в порядок выходить на улице гулять двигаться праздники у нас длинные еще впереди целых 6 до 6 дней поэтому а кожи не забываем а то потом придется долго и упорно все это дело восстанавливать можно сделать массажик легкий чтобы согнать отеки если они у нас появились таким вот образом по массажным линиям почистить по скрабировать цвет лица чтобы наш пришел в норму я с макияжем не ложилась даже 31 девчонки как бы мне не хотелось как бы уже не хотела спать все равно умылась и ночную маску нанесла так сейчас еще немножко помассирую и будем смывать ну вот умылось лицо у меня уже прям красные красные очистились с вами хорошо и теперь выбираем маску по потребности кожи в данный момент если много в спании выбираем очищающие опять только не забываем обязательно потом хорошо увлажнять если она у вас устала бедная за праздники подозносилась то нужно что-то питательное что-то увлажняющее витаминизирующее я решила остановиться на маске отвлеката эта маска ботокс эффект немножечко подтянуть и напитать она очень хорошо питает кожу поэтому смотрим что нам в данный момент нужно то мы с вами и наносим прям плотным слоем пусть пусть кожа впитывает все полезности и приходит в норму масочка мне такая кремовая очень питательная сейчас она снимет как раз всю эту красноту от нашего с вами глубокого очищения прям таким хорошим слоем так на маску на повязку не забыла нанести конечно конечно будем с вами сегодня тестировать еще две крутые новиночки от эвелин я купила палетку и тональный крем будем делать с вами сегодня макияж с помощью этой палетки очень крутая палетка бюджетная и с крутыми оттенками еще не пробовала и вместе с вами будем пробовать даже не сводчила так все не такую маску ей навеки наношу она в корку не застывает вики наш тоже устали они тоже хотят напитаться правильно что ж мы их бедные обделим если вы не любите маски наносить навеки следуйте прям советом которые на каждой баночке пишет избегайте области вокруг глаз я им никогда не следую вы знаете то можно нанести плотным кремом плотным слоем какой-нибудь свой любимый крем чтобы кожа тоже впитала разгладилась и так далее все теперь будем ходить 15 минут потом смоем выберем опять сами же уход кремушек по потребности прошло 15 минут сейчас будем с вами смывать масочку она так и осталась кремовой частью лицо впитала буду смывать вот таким вот спонжиком самый удобный из фикса поехали смыли масочку все лицо у нас теперь свеженькая напитанная увлажненная все прекрасно цвет выровнялся еще не забывай девчонки о кубах я забыла вначале пройтись по ним скрабиком вот такой мне кокосовый скраб от миксит они сейчас сохнут постоянно холодное время года вот таким образом пройдусь скрабиком он сам такой маслянистый сразу и питает заодно вот смываем можно тем же спонжиком из этой же линейки у меня в бальзам бальзам очень питательный нанесли на губки все красота кубы наши готовы к макияжу так дальше из ухода что с вами выберем девчонки я возьму обязательно softner bio glow он с витамином c это сейчас вот как нельзя кстати для уставшей кожи вот так распределили немножечко пальцами вбили пока он впитался на декольте и крем какой я выберу крем здесь крем тоже выбирайте смотрите по потребностям кожи ваши так как у меня сейчас высыпание я выберу крем из линейки nfo w фаберлик 4 в одном матирующий и нанесу именно его она как база под макияж очень неплохо мы же с вами макияж сегодня будем делать чего не пойдем гулять так хорошо в празднике подошел бы крем уикенд убирает вот эту серость лица и здорово освежает румянец сразу появляется но мне все нормально на новый год выпил на на бокал шампанского и все и сплю в 12 часов но если у вас праздники прошли более интенсивно то здесь обязательно надо ухаживать за кожей ночь это все может быть плачевно в эти моменты когда мы сами забываем о ней так праздники и так далее когда никогда не охота вот эти моменты на историю потому что мы забываем о правильном уходе все уход с вами нанесли кожи наши довольно счастлива готов к нанесению макияжа и скоро мы его с вами будем делать вот девчонки какой палеткой мы сегодня с вами будем краситься это эвелин essential rose она невероятно красиво продается это новиночка относительно продается в рубль бум по моему точно магнит косметик и в интернет-магазине тоже можно заказать смотрите какие цвета классные я обожаю прям такие цвета это моё и три оттеночка у нас шиммерными сейчас с вами сводчи сделаем чтобы вы понимали потому что косметика эвелин она бюджетная но очень-очень крутая я с незапамятных времен пользуюсь тональным кремом пользовалась сейчас перерыв много всего на тестирование наверное лет семь подряд исключительно вот этим вот его сейчас откопала у себя в загашниках еще есть немножко эвелин кашемир эффект вот так он выглядит много много лет только этим девчонки тональным кремом с фильтрами и в люксе и где угодно аналогов ему не нашла мне все время все спрашивали почему тебя так лицо как будто изнутри светится я вот много лет пользовался именно этим тональным кремом мы уже много-много лет на самом деле и сейчас решила себе взять вот такой вот новинку да это у нас мэйт сатин мэйт 4 в 1 матирующий тональный крем бархатистая кожа с секретами улитки и что тут у нас еще что тут у нас это у меня 106 тонн нюд сейчас посмотрим с вами тоже свочи как он будет выглядеть на коже подстраиваться интенсивное покрытие комфорт ультра стойкий матовый финиш идеальная коррекция недостатков безупречный цвет лица так палеточка сейчас я по ценам вам вас ориентирую озвучу сколько это все стоит тональный крем где-то в районе 200 рублей но палетка палетка не помню девчонки сейчас посмотрю сколько она стоила вот она косметика вели на бюджетной на самом деле мы немного чего нравится я тушь оттуда раньше брала и тени тоже бюджетная классная косметика масс-маркетов она кстати есть и на озон и на вайлберис много очень продукции и тональный крем вот это точно есть не знаю вот так что начинаем делать с вами макияж палетки девчонки в районе 360 370 рублей на скидках можно взять дешевле так за такую палетку это не цена сейчас мы будем с вами наносить первым делом тон посмотрим как он смотрится и сводчи конечно сделаем тон за фольгирован кисточкой от фаберлик вот такой для тонального крема сейчас посмотрим вскроет ли мне мой недостаток эта кисть я делаю вот так потом кистью разношу мне кажется это должен быть мой оттенок сейчас посмотрим так зеркало но на коже он смотрится слегка светлее но я думаю сейчас много нанесла мы с вами посмотрим будет он подстраивается или нет так пока можно много прям много кисточкой такой можно при минимальном расходе довольно плотно да он подстраивается он действительно подстраиваться еще не разнесла но уже начал подстраиваться и перекрывающая способность у него классная посмотрим с вами сколько будет держаться именно матовый эффект тогда потом сюжетах расскажу вам или в инстаграм уже пост напишем до перекрывающая способность у него неплохая мне всегда нравился этот тональный крем другие которые я брала матирующие и у мэйбелин и у других фирм они во-первых на порядок дороже а во-вторых они очень сильно так как матирующий до подчеркивали шелушение причем очень сильно при своей какой-то сверх плотной текстуре а здесь я прям на камеру такая белая в зеркало и такая белая девчонки а потом сильно подчеркивали шелушение недостатки какие-то на лице но невозможно было просто с ними работать я по моему даже вот мэйбелин так и выбросила смотрите недостаток мой перекрылся до при довольно таком легком покрытие то есть немного средства у меня было на лице излишки сразу убрала в принципе все перекрылась не понадобился нам не консилер ничего другого почему мне эта камера выбили вы девчонки в зеркале совершенно другой вид ну-ка сейчас посмотрим при таком свете не так поярче почему-то сильно выбеливает да и разница у нас есть с вами сейчас мы сделаем контуринг этой разницы уже не будет видно так а так все никакие шелушение не подчеркивает в поры не забивается ложится прекрасно лицо просто матовая идеально идеально матовая не знаю даже куда матовее у кого жирная кожа прям советую к этому тональнику присмотреться только вот стоит стоном надо определиться как следует так все отлично тон нанесли недостаток мой он перекрыл это круто на самом деле сейчас я вам сделаю сводч тонального крема на руке и сразу сводч теней будем краситься дальше вот девчонки смотрите тональный крем он такой бежевый слегка теплым таким коричневым подтоном и вот тени сводча теней расположила в порядке вот от самого светлого к темному смотрите все пигментированы сильно блестючие прям вообще класс практически не пылят сейчас попробуем как кисточка это будет третий оттенок как подложку можно использовать вот этот вот классный телесный прямо он сливается с кожей да а вот эти вот блестяшки это вообще огонь последний самый темный он практически черный но слегка сиреневым подтоном а так все оттенки очень красивые вот давайте начнем с контуринга мне последнее время нравится сейчас делать вот этим вот и фраше вот этой палеточкой пудра хайлайтер сияние бронзовый вот это да как хайлайтер а вот это уже как контуринг я использую очень красиво смотрится такой персиково-золотистый оттеночек легкого такого загара и мы с вами будем выполнять контуринг здесь вот так по контуру лица потом то же самое на лоб вверху чтобы достигнуть лифтинг эффекта я обычно делаю и вот сюда сейчас чуть-чуть сделаю но так как мы сейчас с вами будем тени наносить это нам не надо еще немножко сюда и вот уже разница смотрите сейчас делаю вторую сторону и вернусь еще немножко на нос тот же самый оттенок прямо так посередине на кончик все а хайлайтер пальцем прям вот сюда видите какое сияние уже и с этой стороны под бровь под бровь зеркала тут нет под бровь немножко и над губой все эту палетку убираем дальше у нас с вами что дальше сейчас немножко расчешем брови так как то тоже мы красить их не будем сывороткой для роста ресницы бровей заодно и подпитаем так как немножко уложим так расчесали все теперь приступаем к теням я буду пользоваться кисточками от фаберлик двумя вот это я подвожу нижний века вот это у меня для верхнего века для всех остальных оттенков давайте с вами возьмем подложку чтобы тени лучше тушевались да вот эту так и нанесем ее на оба века она незаметно вообще она прям сливается с кожи как пудра все нанесли на нижние можно и теперь будем с вами выбирать оттенки так оттенки я хочу наверное нам вот этот розовый вот этот который у нас ну да розовый прям розовый розовый потом будем затемнять уголок вот этим вот темным и вот этот блестящий оттеночек по серединке положим так давайте начинать с вот этого я его вот так складку наношу сначала тени очень хорошо тушится прям вот идеально поближе к вам складочку еще добавим и хочется даже быть и мне хочется сразу взять тот темный ладно моего потом добавим складку и тушу и все это дело немножко вверх и к виску растушевываем так этот же оттенок на второй глазик складку и тушу и к верху и к виску еще добавим этот же оттенок на нижние века сейчас этой же кистью темный потом будем тонкой прорисовывать вот так второе так теперь берем темный оттенок вот этот и его будем наносить уже ближе к внешнему уголку глаза и на нижние века сейчас посмотрим как он будет смотреться мой красивый вот этот красивый в сочетании с розовым прям класс у него тоже такой знаете какой-то коричневый сиреневый что ли потом такой достаточно благородный знаете как такая непыльная роза пыльная роза то нас первый тоже такой вроде и розовый в нем есть и сиреневый и коричневый красивый благородный оттеночек тушу так еще чуть-чуть добавим второй глаз внешний угол в складочку и тушу и на камеру смотрится прям сиреневым так все как следует тушу и теперь этот оттенок этот же вот такой кисточкой маленькой на нижние века до середины от внешнего края до середины там мы будем с вами светлый наносить так второй красивые оттенки мне очень нравится мне кажется на голубых на зеленых глазах будут смотреться очень круто так все нанесли теперь наносим с вами блестящий оттенок вот этот вот посерединке который самый такой блестящий на века подвижная вот здесь вот до серединки до темного пальцем буду это делать такие вещи мне кажется лучше всего пальцем наносить и интенсивнее гораздо будет какой блеск сразу да так вот уже все блестит уже красота немножко сюда сейчас попробую родной кисточкой как будет наноситься этот оттенок ну вот такой кистью тоже хорошо да вот блеска добавили теперь этот же оттенок на нижние века на одну треть наверное не до серединки вот так на 1 3 до его уголочек красота второй глаз такими вдавливающими движениями наношу ничего кстати не осыпалась ни один оттенок мне не осыпался под глаза это отлично тени сидят на месте посмотрим с вами будут еще скатываться не будут сегодня тогда в сюжете сниму и посмотрим к вечеру скатаются нет так теперь нижние тоже века до 1 3 и уголочек класс мне очень нравится так нам с вами осталось подводка подводка стрелочку верху сделать это у меня эйвон тру коричневый карандаш очень стойкий кстати никуда с глаз не девается меж ресничку прокрашиваю с самого начала и до конца меж ресничку и заодно сразу стрелку чтобы там у нас никаких проплешин не было так и легкую стрелочку всегда такую делаю не люблю громоздки к виску немножко вытягиваем вот так хвостик и все заполняем его такой маленький аккуратненький вот так второй глаз накрашу вернусь все стрелки готовы теперь тушь тушь миски орл конечно же фаберли коричневая обычно два три слоя я делаю да с первого слоя не совсем естественные с учетом того что она коричневая прям естественно и естественно сейчас покажу вам как можно добиться чтобы они ровно лежали дома так слегка приподнимаем реснички с вами держим отпускаем приподнимаем именно с этой туши так прокатывает потому что она быстро застывает крутое удлинение не скажу что прям объем заоблачным мне он не нужен вот смотрите один слой уже да сейчас накрашу реснички и вернусь все девчонки ресницы в два слоя готовы дальше губы я использую карандаш от фаберлик в оттенке 432 сам классный оттенок мне больше всего нравится он такой сиреневым подтоном но мне он сейчас бы этого белить губы потому что у меня это тоже так не сильно выбирать так и бежевая сиреневым подтоном и сделаю контур заполнил вот так и мы с вами используем используем помадку добить ее хочу все никак не могу одна из моих любимых вывели ее овация фаберлик в оттенке 430 32 осталось уже немножко это такой тоже сиреневый подтон лиловый чуть не убила камерой так лиловый подтон да у нее не сиреневый и она сейчас достаточно комфортно в это время года очень мягкая питательная текстура так вот и все в принципе макияж наш с вами готов такой повседневный достаточно быстро сколько времени ушло минут десять-пятнадцать наверное на все про все палетка этой довольно нереально мне очень понравился тональный крем я всегда вам уже говорила я люблю от эвелин если пробовали пишите как вам интересное ваше мнение тоже узнать ну все мои хорошие я с вами на этом прощаюсь надеюсь мое видео было вам интересно и полезно всех люблю целую всем пока пока и